Автокорреляция порядка p — это более богатая модель для структуры зависимости между ε. А именно предполагается, что εt — это какой-то коэффициент φ1 умножить на εt минус 1 плюс φ2 умножить на εt минус 2 и так далее, φp умножить на εt минус p плюс новая случайная составляющая ut, которая удовлетворяет тем же предпосылкам. ut независимы между собой, независимы от регрессоров, одинаково распределены нулевое математическое ожидание, постоянная дисперсия σ2u. В отличие от автокорреляции первого порядка, автокорреляция порядка p допускает более сложную структуру корреляции между εt и εt минус k, между εi и εg. Если раньше корреляция между εt и εt минус k — это просто была ρ в степени k, то есть она убывала по модулю, то сейчас корреляция не обязана сразу начинать убывать, она может принимать довольно произвольные значения, хотя общий факт сохраняется — предел корреляции εt и εt минус k при k, стремящемся к бесконечности, равен нулю. То есть это означает, что если расстояние по времени между наблюдениями очень велико, то сила зависимости между ними будет маленькой, то есть зависимость между εt и εt минус k убывает с ростом расстояния по времени, предел равен нулю. Посмотрим, как взаимодействует предпосылка об автокорреляции с другими предпосылками. Во-первых, автоматом оказывается нарушена предпосылка о независимости отдельных наблюдений. То есть раньше мы говорили, что вектор из всех объясняющих переменных и зависимой переменной, относящейся к наблюдению i, и такой же вектор, относящийся к наблюдению j, были независимы, одинаково распределены. Теперь они зависимы, хотя по-прежнему и будут одинаково распределены. И, во-вторых, очень часто во временных рядах нарушена предпосылка о строгой экзогенности, о том, что математическое ожидание εt при фиксированных иксах равно нулю. Как правило, эта предпосылка нарушена. Могут быть отдельные редкие исключения, в которых она не нарушена. Мы для простоты будем предполагать ситуацию, что эта предпосылка не нарушена. Хотя, например, даже включение предыдущей зависимой переменной в регрессоры, например, наличие yt-1 среди регрессоров автоматически означает нарушение предпосылки о строгой экзогенности. Для возможности включения прошлого значения зависимой переменной в регрессоры есть два подхода. Первый подход — это ослабить предпосылки. И второй подход — это использовать принципиально другой метод, метод максимального правдоподобия, и работать с ним, а не с методом наименьших квадратов и не с его свойствами. В основном большая часть временных рядов построена на методе максимального правдоподобия, поэтому мы не будем разбирать варианты с ослаблением предпосылок, которые подходят для того, чтобы применять метод наименьших квадратов для временных рядов. Итак, посмотрим, что произойдет, если мы будем использовать прежние формулы для оценок коэффициентов для стандартных ошибок, а в εt будет автокорреляция порядка p. Итак, для оценок мы используем классическую формулу β с крышкой равно х-транспонированной х-1 х-транспонированной у, и для оценки ковариационной матрицы снова RSS, сумма квадратов остатков, делить на n-k, помножить на х-транспонированной х-1. В частности, это означает использование для оценки дисперсии, оценки житого коэффициента, σ² с крышкой, деленное на RSS с житой, где RSS с житой — это RSS в регрессии житого регрессора на остальные регрессоры. Напомним, что у нас было три группы свойств, которые возникали при использовании этих формул и выполненных стандартных предпосылках. А именно, у нас были свойства, связанные с конечной выборкой без предположения о нормальности ε, свойства для конечных выборок с предположением о нормальности ε, и асимптотические свойства для больших выборок, то есть когда n стремится к бесконечности. Рассмотрим, что происходит с каждой из группы свойств. Для конечной выборки без предположения о нормальности ε сохраняется свойство линейности по y, сохраняется условная несмещенность, то есть математическое ожидание от β с крышкой при фиксированных х равно β — это хорошее свойство. Это говорит о том, что наши оценки, которые мы получаем β с крышкой, могут оказаться выше, чем неизвестные β, могут оказаться ниже, чем неизвестные β, но в среднем мы попадаем в неизвестные интересующие нас β. Оценки, как и в случае гетероскедастичности, неэффективны. Здесь автокорреляция очень похожа по своим последствиям на гетероскедастичность. Что касается конечной выборки с предположением о нормальности ε, здесь мы теряем все свойства, которые были при выполнении всех предпосылок классической линейной модели регрессии. То есть распределение t-статистики уже не является t-распределением, распределение RSS делить на σ2 не является х2 распределением в точности, и, соответственно, распределение в статистике, проверявшей гипотезу о совпадении ограниченной и неограниченной модели, также не является в точности f-распределением. Асимтотические свойства отчасти сохраняются. В частности, при наличии авторегрессионной схемы порядка P, фиксированного порядка P, в ошибках бета с крышкой по-прежнему являются состоятельными оценками для бета. То есть с ростом количества наблюдений, если у вас достаточно много наблюдений, то оценки, которые вы получаете бета с крышкой, будут очень похожи на настоящие бета. Но, к сожалению, проверять гипотезы по стандартным формулам не получается даже при большом количестве наблюдений. Даже если N стремится к бесконечности, T-статистика не становится нормально распределенной. Вкратце подвести итог последствия можно следующим образом. Сами бета с крышкой, сами оценки коэффициентов в условии автокорреляции можно интерпретировать, как и раньше, и использовать. Однако стандартные ошибки, считаемые по стандартным формулам, несостоятельны, и поэтому мы не можем, используя обычные формулы, строить доверительные интервалы для неизвестных коэффициентов и проверять гипотезы. Продолжение следует... Продолжение следует...